Ну что же, спустя два месяца Формула-1 возвращается на наш канал. Да, прошлый сезон был не закончен до конца, последнее видео у нас было окончено в России, но после этого я забросил видео. В общем, тогда мы уже выиграли чемпионский титул, и Кубок Конструкторов это было лишь вопросом времени, поэтому я решил просто симулировать оставшиеся этапы, чтобы быстрее закончить сезон и перейти к новому, где мы будем уже выступать за новую команду. Предпочтение в выборе команды я отдавал, чтобы у них был мотор Мерседес, и тут был вопрос либо сами Мерседесы, либо Рейсинг Пойнт. И я так подумал, возьмем Рейсинг Пойнт, посмотрим какой у них болит, и что мы с ним сможем выжить, а также в принципе, что он из себя представляет. Как я более-менее помнил на тот момент, Мерседес очень далеко скатился уже вниз, и Рейсинг Пойнт даже были выше Мерседеса, поэтому это вот самая лучшая, так сказать, команда с мотором Мерседес. Хотя, казалось бы, Мерседесы имеют большой бюджет, но все равно где-то они теперь там во втором эшелоне катаются. Также у нас было изменение в регламенте, я и забыл, честно, оптимизировать большую часть модификаций для Феррари, поэтому Феррари тоже откатились в середину пилотона, и у них нет в большей части модификаций в аэродинамике, поэтому им придется по новой все делать. У нас же тут тоже не все гладко с модификациями, да, есть модификации на прижимную силу, но честно, когда я поехал в практике в первый раз, я понял то, что болиду не хватает прижимной силы, потому что на средних и высоких скоростях болид просто абсолютно не поворачивал. Конечно, это может быть связано еще с другим фактором, то, что этот сезон я поеду не просто, у нас не просто будет обычная формула, а с двумя модами. Первый мод на увеличение повреждений, то есть, как может быть многие знают, реализм мод. В скобках, болиды становятся слишком хрупкими, так что малейшие контакты, и можно спокойно сломать даже подвеску. И второй мод это на шины, на их поведение, на их повреждения, ну и на внешний вид. Соответственно, может быть и это сказалось на управлении, может быть, я как бы не тестил болид до этого мода. Так что как-то постепенно я привыкал, и в принципе привык, то есть с андерстиром можно было справиться, но приходилось много скорости терять в поворотах, нежели это было раньше. По квалификации, в принципе, все было более-менее, во втором секторе я даже продемонстрировал лучшее время, как по мне, потому что в третьем секторе я поставил два круга очень хороших, но при этом я был в чем-то слепстриме. В первом попытке я был в слепстриме Хэмплитона, во второй в слепстриме Макса Ферстаппина. И также я еще забыл отметить то, что у нас произошли изменения в командах, я не забыл посмотреть заранее, и они достаточно большие. Ну, давайте начнем по порядку. Racing Point, тут изменения только и пришел я, ушел Строу. Строу ушел куда? Ушел в Хас. Соответственно, в Хасе сейчас Строу и Грожан. Магнуссен ушел в Альфа Ромео, соответственно, тяги там Магнуссен и Джовинаци. Райканен покинул нашу карьеру, так что в ближайшее время мы его не увидим. Феррари поменяли, соответственно, двух гонщиков. Теперь болидом будут управлять Даниил Квят и Карл Сайенс. Квят у нас возвращается в третьем сезоне. К сожалению, в первом он у нас ушел за пять гонок до конца сезона. На его место у нас пришел Леклер. Вот. В Торосе ничего не поменялось. В Мерседесе произошли перестановки. Ушел Хэмильтон и на его место пришел Ландо Норрис. Соответственно, Хэмильтон ушел в Макларен. И из Макларена также ушел у нас Сайенс. И на место Сайенса пришел Гасли. В Рэдбуле тоже ничего абсолютно не поменялось. В Вильямсе также все без изменений. То есть у нас мизер команд. То есть даже три команды, которые оставили пилотов без изменений. То есть одни и те же гонщики остались. В принципе, неплохие изменения. Посмотрим, что-то как будет. Сможет ли Хэмильтон за Макларен. Уже завоевать свой чемпионский китал. Поскольку Макларен является фаворитом в данном сезоне. У них самый лучший болид. Именно по характеристикам. Но посмотрим, опять же, как он будет у них работать. Потому что одно дело, это показания характеристик на первом месте. А другое, это уже сама гонка. Как у них будет темп во время гонки. И что против них могут противопоставить Рэдбул, Торороса. Ну и также, может быть, мы там где-то сможем с ними побороться в начале сезона. Думаю, уже к середине мы сможем их нагнать. Также еще хотелось бы предпринимать то, что это будет промежуточное видео. Потому что данное видео я думал уже новый сезон делать в новом формате для себя. Потому что я планирую новую формулу 20-го года так сделать в новом формате. Но вот Австралию мы пока что пройдем в старом формате. Я буду просто комментировать, что да как у нас происходило. В Бахрейне вы уже увидите по-другому картинку. По-другому я все буду освещать. Ладно, стартовая решетка. Первый у нас Льюис Хаметтен. Второй Александр Албон. Третий Пьер Гаслич. Четвертый Шарли Клерк. Пятый Макс Ростаппин. Шестой Данил Кевят. Седьмой Карл Саенс. Восьмой я. Девятый Сибатиан Феттель. И десятый Кевин Магнусон. Такая у нас топ-десятка. Петерс, к сожалению, смог только во втором сегменте кое-как квалифицироваться. Но на последних местах у нас все те же две команды. Хас и Вильямс. Никуда они пока что не могут с этого всего сдвинуться. Стратегия у нас один пидстоп. Ну и что же. Будем переходить к старту нового сезона. Гаснут красные огни. Я срываюсь с места. Ну и постараю добрые традиции. Начинаю проигрывать это место. И плюс. Мне надо было держать в голове, что желательно не допускать столкновений в начале гонки и уже первый поворот виртуальной машины безопасности. Не успела начаться гонка, как уже два пилота сошли. И посмотрим, сколько еще сойдет на протяжении всей дистанции. Болизы стали достаточно хрупкими, поэтому сломать, как я говорил, подвеску ранее очень и очень легко. Малейшее касание, все, подвески уже, считайте, нет. Переденть крыло примерно плюс-минус так же работает. Малейшее касание его не существует. Собственно, как и произошел этот контакт. Рассел влетел в строла, из-за чего сломал переднюю подвеску справа. И уже после этого Граждан влетел в Рассела и сломал себе уже заднюю подвеску. Рестарт у нас подошел в середине второго сектора. Я смог сразу же пройти Магдусона и начать борьбу с Карл Сайенсом. Вышел я чуть-чуть вперед, но все-таки Феррари и движок у них прокачанный. Поэтому напрямую с Феррари нам пока будет очень тяжело отягаться. Несмотря на то, что там большинство модификаций в аэродинамике у них нету, у них большое лобовое сопротивление снова стало. Хотя я там оптимизировал одну деталь на лобовое сопротивление небольшую. И все равно, даже с этим всем Феррари может напрямую от нас спокойно уходить. Поэтому я за Карл Сайенсом решил просто ехать. За счет чего он смог уже подъехать к группе, которая шла впереди. И, соответственно, уже на пятом кругу я решаю то, что нужно действовать. Все. Я могу теперь пытаться еще проехать за Ферстапином и, может быть, его атаковать. Но из-за того, что мы начинаем с ним борьбу в конце первого сектора, где идут связки медленных достаточно поворотов, боку-боку мы их проходим и теряем очень много времени по отношению к впереди идущим. Потом на седьмом кругу у нас сходит Вальтри Боттас в попытке опередить один из болидов Рено. Он врезается в стенку, из-за чего сходятся дистанции. Через пару кругов к нему присоединился Квят, которого тактично вынес Себастьян Фетталь, наверное, решил отомстить за Китай с 16-го года. И что самое интересное, дальше на этом сходы не закончились. На том же кругу у нас сходит Даниил Риккярда, Ладонорес мстит за своего напарника Вальтри Боттаса и отправляет Риккярда также отдыхать в падок. Что же, прошло у нас 7 кругов, уже минус 5 пилотов, четверть пилотона прорядилась. Сайенс пытался меня атаковать, но я кое-как смог защититься и уже потихоньку пытался оторваться. Но опять у нас происходит вылет. По итогу машина безопасности выезжает. Еще, как я помню, там с одним пальчем увеличили шанс выезда машины безопасности. Поэтому Сейфтикар станет частным гостем на наших этапах. Собственно, Магнус у нас вылетел во время борьбы с Пересом. Перес его задел, отправил просто в гравийную ловушку и также еще и сломал переднюю подвеску. Из-за выхода машины безопасности у нас начинаются массовые пидстопы. Все заезжают тут же на пидстопы, там сразу вдвоем как-то росты поступили. Но из-за этого Албан проигрывает просто кучу позиций, потому что он подождал, пока его напарника обслужит, и потом уже пропустил еще позади трех пилотов, включая меня. И по итогу он потерял там порядка 4-5 позиций на одном только пидстопе. Я также потерял позицию по отношению к Сайенсу, но так как я отыграл эту позицию у Албана, соответственно, я ничего не потерял. Только Сайенс остался впереди меня. Ну и после рестарта я выехал на мидиуме, соответственно, после пидстопа все остальные выехали на харде. За счет чего я имел преимущество над своими оппонентами пару-тройку кругов. Но когда я переедел Сайенса, на этом моя гонка как бы немного окончилась, потому что я не мог доехать до группы впереди идущих лидеров, стоящих из четырех болидов. Но и при этом от Сайенса и группы позади я начинал отрываться. Сайенс уже догнал к тому моменту Албон и в достаточно жесткой борьбе Сайенс у нас теряет переднее антикрыло, именно часть его. Из-за чего Албон его проходит. Тут же Феттель пытался обойти, но, к сожалению, у Феттеля ничего не получается. И целый круг он едет за Сайенсом, теряет во времени, тем самым отпуская Албона вперед и по итогу ему придется нагонять его. Я в этот момент уже был где-то примерно в пяти секундах от этой группы. Соответственно, я не боялся того, что меня могут догнать и, соответственно, еще начать атаковать. К двадцатому кругу у нас никто не сошел, слава богу, только на первых кругах сошли там шесть пилотов, но на двадцать третий круг у нас сходит Перес. Так сказать, уже Джовинаци мстит за своего напарника и отправляет Переса на покой. Что же, ближе к концу гонки у нас разворачивается борьба за первую позицию. Леклер все-таки созрел на атаку на Хэмилтона, но, к сожалению, Хэмилтон ломает переднее антикрыло Леклеру. Леклер пытался все равно атаковать на второй прямой, и он смог поравняться с Хэмилтоном, по внешней попытался его пройти, но при этом по внутренней траектории Гасли пытался атаковать Леклера. Леклер смог отбиться, но уже на следующем повороте он состоит от Хэмилтона и уже начинает проигрывать свою вторую позицию Гасли, которая его тут же обходит в конце первого сектора в начале второго. По итогу оба Макларена выходит на первые две позиции. У Леклера сломано переднее антикрыло, что как бы ставит крест на его гонке, по крайней мере на окончании в первой тройке, поскольку Ферстаппен рано или поздно обойдет Леклера и этот вопрос будет решен очень быстро, потому что Ферстаппен уже едет буквально на хвосте у Леклера и у нас скоро будет зона ДРС, на которой Ферстаппен без каких-либо проблем сможет обойти Леклера. Леклеру надо надеть, что он не потеряет много позиций после, потому что у нас еще пять примерно кругов до конца гонки и за эти пять кругов я могу спокойно догнать Леклера и навязать ему борьбу за четвертую позицию. Ферстаппен наконец-то обходит Леклера в конце круга, но за двумя Маклардами уже угнаться к сожалению не может. Но тут Гасли начинает атаку на Хэмминтона в борьбе за первую позицию и Хэмминтон не так жестко пытался защитить ее в первом повороте, когда его атаковал Леклеру, он все-таки пожестче действовал и по итогу сломал переднее Крыло но с напарником решил его пожалеть по итогу пустил Гасли вперед и тем самым Гасли вышел на первую позицию к концу 26-го круга я догнал уже Леклера был у него на хвосте понимал что у него были какие-то проблемы с машиной потому что он сильно отстал от лидирующей тройки соответственно прохожу его и уже понимаю то что четвертая позиция для нас это уже неплохое достижение поскольку у нас не самый лучший болид но мы можем бороться пока что с Торороса точно с Рэдбулами более-менее так же можем бороться темп у нас какой-то есть соответственно не все потеряно с этим болидом мы можем над нем уже побеждать где-то в середине сезона гарантированно может быть даже чуть раньше опять же все упирается в аэродинамику которая у нас в данный момент очень плохая и ее надо обязательно исправлять потом уже заниматься двигателем шасси у этого болида идеальное по моему мнению износ здесь прокачан на максимум соответственно это позволяет мне использовать стратегии в один пидстоп и при этом использовать софт-мидиум так что в плане стратегии бояться нам нечего у нас все время будет стратегия в один пидстоп что же Макларен оформляет первый дубль в этом сезоне неплохое начало для Макларена сразу набирает множество очков для Торо Роса провальное начало поскольку у них были хорошие позиции в начале гонки но после пидстопа и также атака Леклера на Хэммитона позиции у них скатились до пятой и шестой соответственно как и в прошлом сезоне как-то у Торо Роса не все хорошо начинается хотя в прошлом сезоне все-таки получше началось все с победы а тут с середины первой десятки ну ладно это только начало сезона и все может поменяться в течение всего сезона также Ферстаппин у нас приезжает на третьей позиции для Рэдбула плюс-минус начало плюс потому что Ферстаппин заехал на третье место минус потому что Фетель кое-как смог только до седьмого места прорваться со своего девятого что очень даже интересно 7 пилотов сошло у нас с дистанции что очень большое число потому что я не знаю что будет даже твориться в Монако в Монако я боюсь там вообще доить там пару-тройку пилотов вообще до финиша потому что я думаю в первом повороте все друг друга просто убивают но посмотрим как опять же все будет и вот в городских я думаю трассах будут очень большие проблемы потому что там мы будем часто видеть сейфтикар из-за того что просто у нас будет много происходить аварий поэтому на городских трассах Надо будет быть максимально аккуратными, чтобы не вылететь в начале гонки Модификации я беру 4 мелких модификации на аэродинамику На передний и задний прижим Потому что, опять же, нам не хватает прижимной силы Думал я, конечно, еще взять одну модификацию мелкую на лобовое сопротивление снижения Но не хватило ресурсов Плюс лобовое сопротивление, в принципе, у нас не сильно большое Поэтому можно пока о нем сильно не беспокоиться То есть билет напрямую спокойно может разгоняться То есть, ну, будем постепенно, так сказать, это фиксить все Движок у нас плюс-минус То есть, есть по нему вопросы Именно вопросы по ERS Потому что он тратится быстро достаточно И надо будет с ним что-то делать С топливом пока что особых нареканий у меня не было По шасси, как я говорил, у нас все отлично Там только последние модификации распределения веса И снижение веса не прокачано И тормоза только не прокачаны А так, снижение износа прокачано по максимуму Что нам опять же дает использование различных тактиков в один пит-стоп Ну, и на этом, ребят, все С вами был Вархаммер Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Не забывайте нажимать на колокольчик До скорой встречи, пока-пока И удачи вам Субтитры сделал DimaTorzok